17 часов местное время, это значит в эфире Вести Ульяновск. Добрый день, смотрите в нашем выпуске. Новые резиденты, новые рабочие места. В этом году будут нам выделены еще 250 миллионов на реализацию этого парка. О перспективах развития Димитровградского индустриального парка. И уставу нужны изменения. Большая, она действительно вызывает очень много споров. Поправки в устав обсуждают в Законодательном собрании области следующий этап общественное слушание. За полдня заменили канализационную систему огромного многоэтажного дома. Меняли канализационные трубы для них в подвалах отрагивались, они уже рассыпались уже все. Ирина Силкина о новом методе ремонта, который не требует раскопок и экономит время. Изменения в устав Ульяновской области накануне обсудили в Законодательном собрании региона на очередном заседании рабочей группы. Речь шла о поправках, касающихся общественной палаты, границ региона и многих других немаловажных предложений по внесению изменений в основной документ области. Какие коррективы вносят в документ жизнь в нашем первом материале? Новая редакция устава Ульяновской области предполагает ряд серьезных изменений. Например, согласование с депутатами Законодательного собрания всех претендентов на ключевые посты в органах государственной власти, министров. Есть предложения, касающиеся и усиления роли общественной палаты. Одно интересное предложение, я думаю, имеющее разумное зерно, это о том, чтобы члены общественной палаты, председатели общественной палаты отчитывались перед избирателями. То есть, возможно, это войдет не в устав, а будет как законодательная инициатива о внесении изменений в федеральный закон. На сегодня парламентариями принято решение изменить и преамбулу устава нашей области, добавив туда определение «народ-победитель» в Великой Отечественной войне, сделать ее более патриотичной. Есть предложения, касающиеся установления границ региона. Очень важная статья появится, связанная с территориальными основами организации нашей области. Как мы с соседями, в том числе и границы, устанавливали, до настоящего времени этого не было. Несколько месяцев назад устанавливать границы с Чувашской республикой на право применения, просто стал вопрос, каким это образом делать. То есть, есть желание закрепить эту систему подписания соглашений определенных между регионами. Впервые в устав Ульяновской области будут внесены сведения о гербе и флаге нашего региона. Кроме того, новые поправки касаются объединения должностей губернатора и председателя правительства. Есть также предложения об оказании населению бесплатной юридической помощи. Работа большая, она действительно вызывает очень много споров. Но мы знаем, что мы все сделаем, чтобы действительно устав был основным документом, основным законом, который работает на территории Ульяновской области. Все поправки, разместившиеся на десяти страницах, обсуждаются уже месяц. Если они будут одобрены, то их ждут общественные слушания. А также для отшлифовки документ передадут федеральным экспертам. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск. В Димитровграде создают новые рабочие места. Только до конца года в индустриальном парке «Мастер» планирует трудоустроить около тысячи специалистов. Промышленные площадки уже действующих резидентов посетил глава региона. Переговоры ведут еще с двумя десятками компаний. Здесь предполагают разместить производство кабельной продукции, металлических дверей, беспилотных летательных аппаратов. Условия местного индустриального парка рассматривают также представители отрасли станкостроения и сельского хозяйства. Губернатор смог привлечь порядка 250 миллионов в прошлом году из федерального бюджета. В этом году будут нам выделены еще 250 миллионов на реализацию этого парка. То есть это деньги на ремонт и развитие инфраструктуры, которые идут по субсидии федерального бюджета. Также порядка 100 миллионов из регионального бюджета выделяется. То есть этот проект нацелен на то, чтобы создать здесь новые заводы. Напомню, Димитровград территория опережающего социально-экономического развития. Потому для инвесторов здесь готовы предложить мощные сильные налоговые преференции. Это льготы по налогу на прибыль, льготы по транспортному налогу. Самое главное преимущество – это пониженный более чем в 4 раза размер страховых взносов, уплачиваемых на работников этих предприятий. За три года таким статусом воспользовались 8 предприятий. Причем половина из них расположилась на площадках местного индустриального парка «Мастер». До июля резидентами могут стать еще 8 компаний. Куда идти работать молодым выпускникам медицинских колледжей и училищ? Какие проблемы волнуют будущих работников сферы здравоохранения? Губернатор Сергей Морозов встретился со студентами Ульяновского медколледжа, что в Заволжском районе. Выслушал предложения молодежи и высказал свое мнение о том, какая поддержка должна оказываться будущим выпускникам. 195 молодых специалистов. Именно такое количество выпускников покинут стену учебного заведения в нынешнем году. Большинство планируют продолжить обучение в ВУЗе. Заканчиваю данный в данном году наш колледж, планирую дальше поступать в Ульяновский государственный университет на лечебное дело. И окончив который я собираюсь поступать, ну идти работать по программе «Земский доктор» в свое родное село Волосняковка Старманского района. Ну а для того, чтобы студенты могли осваивать не только теорию, но и практику, медколледж благодаря грантам закупает спецоборудование. Мы приобрели новые компьютерные классы. Последний грант такой более мощный, это в пределах 10 миллионов. Мы закупили очень хорошее оборудование, и на этом оборудовании они обучаются, приходят в наши современные тоже больницы и в общем-то не теряются. Мы видим, что не только узкие специалисты, но и медсестры также нам нужны. И здесь вот общаясь в техникумах, в училищах медицинских, мы видим, что выпускники, они идут в частные поликлиники, мы видим, они тоже развиваются. И здесь как раз нам надо объединиться всем, власть, соответственно, преподаватели и разработать совместную программу поддержки как раз первичного звена. От расширения мест для поступающих в ВУЗ до проблем с общежитиями, вопросами с трудоустройством. Студенты этого медколледжа и других учебных заведений региона, готовящих медиков, получили возможность пообщаться с главой области и напрямую получить ответы. Давайте подумаем о том, как нам создать такой вот многофункциональный офис для студентов, чтобы они знали свои права, знали свои возможности, знали те меры поддержки, которые у нас существуют, чтобы они имели всегда возможность прийти и сказать, что вот знаете, вот мне сейчас не очень комфортно, ну по разным причинам бывает, но я бы хотел, чтобы мне могли помочь или подсказать, как правильно выйти из этой ситуации. Губернатор подчеркнул, для руководства региона важно создать условия, чтобы молодежь после получения дипломов находила устраивающую во всех отношениях работу в родном крае, а потому дал поручение профильным ведомствам разработать схему постоянной поддержки младых специалистов. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Замена труб без раскопок. Капитальный ремонт системы водоотведения по новым технологиям завершился в доме номер 59А по улице Любови Шевцовой. С бестраншейным методом познакомилась Ирина Силкина. Замена всей канализационной системы двухсотквартирного дома заняла всего половину дня. Работали пять бригад сантехников, по восемь человек одновременно. В обед уже все. В обед уже у нас могли пользоваться туалетом. Мы не ожидали такого. Думали, растянут. Как обычно было. А это нет. Это очень хорошая организация. Мы довольны. Жильцы не нарадуются. Исчез неприятный запах, появился хороший напор воды. Сетей находились очень, можно сказать, в плохом состоянии. Которые сейчас особенно меняли канализационные трубы до них в подвалах дотрагивались. Они уже рассыпались. Когда снимали трубы в квартирах, они были забиты до такой степени, что даже по чистой случайности они еще не забивались. Самое главное, не пришлось перекапывать весь двор. Два года назад внутридворовая территория была капитально обновлена по президентской программе формирования комфортной городской среды. И было бы жаль нарушать свежий асфальт. Систему водоотведения заменили новым бестраншейным способом. Такой метод исключает раскопки, привлечение тяжелой техники и, как следствие, удешевляет и убыстряет процесс. Силовая установка гидравлическая устанавливается в колодец. Со стороны колодца протягивается трос в подвальную часть. Из подвальной части к тросу крепится нож-разрушитель. К этому ножу разрушителя крепится и полиэтиленовая труба. И уже при помощи гидравлической силовой установки с подвальной части вытягивают данную полиэтиленовую трубу в колодец. По такому принципу в Ульяновске капитально отремонтировано около 30 домов. Старые чугунные трубы сменили новенькие трубы из полипропилена, более легкие и надежные. А сейчас жильцы готовятся к новому этапу капремонта, на этот раз система отопления. Ирина Силкина, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. В Ульяновске стартовала заявочная кампания по приему малышей в детсады. Их родители смогут обратиться в комиссии за выдачей направлений как в левобережье, так и на правом берегу областного центра. В этом году город с помощью электронной базы обновил списки. Подробности у Эдуарда Истомина. Дарья Шаброва – мама двоих детей. Ее сын – воспитанник детсада «Светлячок». В этом году Дарья Игоревна рассчитывает получить сюда второе направление. Оно для младшей дочки. Сегодня мама уточнила, какие нужны документы, чтобы устроить ребенка. Мы хотим попасть именно в этот детский садик, так как он находится рядом с домом. Нам очень удобно. Очень хороший здесь педагогический состав. Надеемся мы летом получить путевку уже именно в детский сад, в группу на полный день. Пока же дочка посещает в «Светлячке» центр игровой поддержки. Здесь малыши перед переходом в детсад адаптируются в микроколлективе. Этому помогает современное оборудование. Оно развивает моторик рук, а еще творческие навыки. Для работы с детьми раннего возраста было приобретено специальное оборудование. Это интерактивная песочница, аквамольберт, бизиборд, всевозможные игры, пособия, вкладыши на всестороннее развитие ребенка. В «Светлячке» есть служба ранней помощи. Она для детей с ограниченными возможностями. Не забыли и о занятых родителях. Для их малышей в садике организовали группу круглосуточного пребывания. Другим родителям возможно и удобнее водить детей в другое место. С 3 марта 2020 года начинается плановое комплектование. Проведена огромная работа по созданию списков. Планируется в первую очередь обеспечить услугой дошкольного образования, то есть выдать направление всем детям 2017 года рождения. И начнем после этого выдавать детям 2018 года рождения. Заявочная кампания продлится до конца июня. В этом году в городских комиссиях выдадут около 10 тысяч направлений. Для родителей подберут приемлемые варианты. Либо поближе к дому, либо недалеко от работы. Обратиться можно на Полбина 21 или на Врача Сурова 11. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Впервые в Ульяновской области. Региональный центр спортивной подготовки «Олимпийский совет Ульяновской области» готовится к проведению первого тренерского семинара. Он запланирован на 18 февраля и пройдет в стенах Ульяновского госуниверситета. «Как говорят в футболе, вы смотрите на табло и увидите счет. И по большому счету, я думаю, что каждый тренер может дать себе отчет. Имея в наборе человеческий материал, в леде молодых спортсменов, сколько он подготовил чемпионов. И каждый, я думаю, тренер для себя сам ответит, сколько он не подготовил. Самый главный вопрос. И потом самый главный вопрос, что ему для этого не хватило». Главное, что хотят организаторы, это донести до тренеров знания. Современные знания о теории и практике, которые наверняка помогут специалистам в работе. При этом что-то полезное для себя найдут и молодые, и опытные спортивные тренеры. И те, кто воспитывает единоборцев, и те, кто возглавляет спортивные команды. «Мы всегда учимся. И такие в сфере вот сейчас новых высоких технологий, то есть это крайне необходимо в связи с тем, что обсуждаются такие вопросы, как восстановление после физических нагрузок, психологические моменты». «Есть практика, есть теория. Когда тренер все это дело в совокупности объединяет и теорию, и практику, тогда он добивается самых высоких результатов. И еще раз повторюсь, что он должен обязательно повышать свой уровень». По предварительной информации, на первом тренерском семинаре 18 февраля ожидают около ста специалистов. В будущем же подобные встречи планируют сделать регулярными. Закрепились на Волжских склонах. Десантники из всех подразделений ВДВ отработали боевые действия в горной местности. Конкурс с полевой выучки в экстремальных условиях состоялся в Ульяновске впервые. И теперь бойцы, проявившие себя лучше остальных, отправятся на всеармейский этап соревнований. Покорять следующую высоту, какую, знает Павел Игнатьев. «Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Как и у классика, военная тропа опасная. Но двигаться нужно. По незнакомой местности десантники уверенным шагом пробираются дальше». Добравшись до пункта назначения, бойцы укрепляются на территории. Лесистая местность сменяется узкой площадкой на открытом Волжском склоне. Обогнуть обрыв спецподразделения даже не пытаются. Дорога здесь только одна. Задача бойца – спуститься вниз. Причем сделать это нужно как можно скорее. Уже через 10 секунд снизу доносится команда «Земля». Еще через несколько – «Свобода». По натянутой веревке спускается следующий десантник. Не проходит и пяти минут. Вся команда уже на равнине. Бойцы опять укрепляются и ждут очередного приказа. «Каждый день выполнять по 6 специальных задач. Всего ежедневно военнослужащие будут проходить по 30-40 километров». За два дня десантники выполнили 12 специальных задач. Волжские склоны пройдены вдоль и поперек. Теперь военнослужащих ждет передислокация. На этот раз придется покорять горные системы Красноярского края. Задачи будут те же. Отработка совместных действий в горах. Поменяется только местность. В середине весны бойцы десантируются в Саянах. Павел Игнатьев, Алексей Прохоров, Александр Шиков. Вести. Ульяновск. Вдохновение. Такое название носит концерт, который пройдет 14 февраля в Большом зале Ленинского мемориала. Перед любителями музыки выступит ульяновский государственный симфонический оркестр, которым будет управлять дирижер из Рязани Сергей Осилков, а также солист Альберт Жалилов. Дата проведения концерта совпадает с Днем всех влюбленных, а потому этому празднику и будет посвящен репертуар. Как говорят французы, ищите женщину. Все равно или посвящается женщине, или вдохновляется женщиной. И поэтому вот здесь мы постарались именно такие произведения выбрать. Фрэнк Сенатор, я уже говорил, например, прозвучит произведение «I love you, baby», «I love you, baby». То есть это произведение, где звучат эти слова. Иоганн Штраус и Исаак Дунаевский. Песни из репертуара Шарля Азнавура и мелодии, известные по хитам Андриана Челентана. Музыка из кинофильмов и классических произведений. Всю музыку объединяет одно – любовь. По словам дирижера, музыканты готовят для ульяновских меломанов немало сюрпризов. Оркестр «Амплуа», если сравнивать с предыдущими нашими концертами, он не поменяет, а наоборот только обогатится за счет каких-то, скажем так, театральных эффектов. Концерт пройдет в Большом зале Ленинского мемориала 14 февраля в 18.30. Прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра завершит этот выпуск, а мы встретимся вновь в 20.44 на телеканале России в программе «Вести Ульяновск».